Заготавливаем ягоды правильно, как сушить черную смородину в электросушилке. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти, можно ли сушить смородину в электросушилке. Во время консервирования из-за термической обработки в ягодах и фруктах разрушается большая часть полезных веществ. Особенно такой недостаток проявляется при заготовке витаминах ягод, к которым относится и черная смородина. Консервирование не единственный способ длительного хранения плодов. Сушка гораздо мягче воздействует на ягоды, чем варка. Благодаря этому в них сохраняется больше питательных веществ и витаминов. Сушка в электросушилке – длительный процесс. Но он имеет большое количество преимуществ по сравнению с другими способами сохранения черной смородины. Преимущества и недостатки Основные преимущества сушки ягод – высушенные плоды сохраняют практически все полезные вещества. Во время сушки черная смородина значительно уменьшается в размерах, благодаря чему требуется меньше места для хранения. Особенно это касается тех случаев, когда продукт измельчают с помощью блендера до состояния порошка. Большой срок хранения ягод Сушеная смородина сразу готова к употреблению. Недостатки такого способа сохранения ягод требуются при обретении электрической сушилки. Процесс длительный. Есть небольшие изменения во вкусе плодов. Важно соблюдать строгие правила хранения, так как холод, жара и повышенная влажность способствуют распространению микробов и плесени. Некоторые люди также считают недостатком высокую питательность высушенных продуктов. В 100-й год черной смородины в 5 раз больше калорий, чем в 100-й год свежих плодов. Это обусловлено тем, что в процессе сушки из ягод уходит вода, но весь сахар остается. Правильный сбор и подготовка ягод Смородина становится спелой в середине июля. В это время ее начинают продавать практически везде. При выборе ягод для сушки важно обращать внимание на их внешний вид. Они должны быть сухими и не иметь сильных загрязнений или повреждений. Если ягоды собирают со своего куста на участки, то делают это в солнечную и сухую погоду в утреннее или вечернее время. Собранный урожай обязательно перебирают. Для сушки оставляют только полностью спелые и целые ягоды средних размеров. Остальную смородину обычно используют для приготовления варенья или компота. Грязные плоды тоже не рекомендуют сушить, так как они не будут долго храниться. Поэтому предварительно их подготавливают к процессу сушки, аккуратно промывают подпроточной водой, выкладывая небольшими порциями в дуршлаг. После мытья у смородины отрывают ножки, убирают листья и другой мусор. Плоды выкладывают на ткани и дают просохнуть. Даже небольшое количество влаги со временем приведет к гниению. Поэтому их раскладывают в один слой на небольшом расстоянии друг от друга. Как правильно сушить смородину в электросушилке процесс сушки простой. Перед началом понадобится подготовить чистые контейнеры, банки с крышками или бумажные пакеты. В них будет храниться сушеный продукт. Также важно предварительно застелить противни пергаментной бумагой. Дело в том, что ягоды во время сушки будут сильно уменьшаться в размере. Это приведет к тому, что они не удержатся на сетке поддона сушилки и провалятся на корпус. После этого черную смородину раскладывают ровным слоем на поддонах. Нельзя теснить плоды, так как они должны просушиться со всех сторон. Температура и время сушки Температуру на электросушилке выставляют на плюс 60, плюс 65 градусов Цельсия. Ягоды должны сушиться не менее 50 часов с перерывами на ночь. Меры предосторожности Меры предосторожности при работе с электросушилкой, во время работы под устройство обязательно подкладывают какой-либо жаростойкий материал, например, толстую разделочную доску или керамическую плитку. Нельзя устанавливать прибор близко к стене. Расстояние должно быть не менее 10 сантиметров. Нежелательно работать с электросушилкой более 15 часов подряд. Прибору дают остыть минимум в течение двух часов. Важно следить за тем, чтобы сетевой провод не прикасался к горячей поверхности и не свисал с края стола. Во время работы электросушилка должна находиться на ровной твердой поверхности. Нельзя накрывать включенное устройство тканью, полотенцем, тряпкой и т.д. После окончания использования сушилку обязательно отключают от сети. Нежелательно оставлять работающий прибор без присмотра. Нельзя прикасаться к сушилке мокрыми руками. Как проверить готовность? Когда вся черная смородина будет высушена, она станет морщинистой, черной с красным оттенком и будет иметь слабый своеобразный аромат. Ягоды остужают и перекладывают в бумажный пакет, пластиковый контейнер, стеклянную банку или полиэтиленовый пакет с затайпилок замком. Затем отправляют на хранение в сухое место. Нюансы для черной, красной, белой смородины. Процесс сушки красной и белой смородины ничем не отличается от высушивания черной. Все делают точно так же. Сферы применения готовых ягод. Сушеные ягоды черной смородины зимой используют в качестве ценного источника витаминов. Их применяют для приготовления чаев, компотов, киселей. Из высушенных плодов делают наливки и настойки. Также такую смородину используют для украшения блюд или приготовления начинки для десертов. Для этого плоды предварительно замачивают в чистой воде на несколько часов. Из сушеных ягод делают пироги, торты, булки, печенье. Почти любой десерт, для которого используют свежие плоды, легко адаптировать под высушенные. Но важно помнить, что у сухой смородины калорийность значительно выше, поэтому ее количество желательно уменьшить. Сухая ягода подходит для приготовления оладий, пудингов, сырников. Особенно интересными получаются основные блюда, например, плов. Сроки и условия хранения. Срок хранения сухой черной смородины при создании правильных условий составляет 24 месяца. Продукт хранят при температуре до плюс 20 градусов Цельсия и влажности воздуха не более 70%. Помещение должно быть проветриваемым, поэтому кладовка не подойдет. В обычном доме или квартире лучшим местом станет коридор. При использовании стеклянных банок с крышками или полиэтиленовых пакетов с замком ZIP. Лог допустимо хранение в холодильнике в отсеке для овощей. Не рекомендуют хранить продукт в железных банках, так как в них за две недели вся смородина пропитается железным привкусом. Если необходимой посуды нет, подойдут и картонные коробки. Главное, чтобы они плотно закрывались. Сушка смородиновых листьев в электросушилке. Заготовка смородины не ограничивается исключительно ягодами. У садоводов очень популярны и листья этого растения. Их используют для приготовления чая. Получается вкусный напиток с приятным ароматом. Поэтому многие люди сушат и смородиновые листья, чтобы сохранить их на зиму. Смородиновый чай обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и лечебными. Его используют для борьбы с простудными заболеваниями, от которых страдает большинство людей с приходом осени и зимы. Также этот чай применяют и в профилактических целях. Он помогает поддерживать в организме требуемый уровень витаминов. Смородиновые листья для сушки собирают ранним утром или в вечернее время. Погода должна быть ясной. Мокрые листья очень быстро испортятся, поэтому если прошел дождь, лучше подождать пока вся влага испарится. Для сушки желательно выбирать листья, которые растут посередине ветки. Процесс сушки выглядит следующим образом. Листья раскладывают на поддоны тонким слоем. В течение 10 минут сушилку прогревают до 100 градусов Цельсия. Затем внутрь помещают поддоны с листьями на полтора часа. После этого температуру уменьшают до 50 градусов Цельсия и ждут, пока сырье полностью просохнет. Во время сушки обязательно следят за тем, чтобы листья не начали подрумяниваться и не пересохли. В ином случае они потеряют полезные свойства. Заключение Черная смородина – одна из самых полезных ягод. Хотя сезон плодоношения у нее очень короткий, те, кто летом заготовит сушеные плоды, сможет угощаться ими в течение всего года. Сушка смородины не требует особых усилий, так как это простой процесс. Он позволяет сохранить витамины и другие полезные вещества, которые разрушаются во время консервации. Как засушить черную смородину Сушеная черная смородина Watch this video on YouTube